Луки, глава 20, стихи 27-38 Тогда пришли некоторые из садукеев, отвергающих воскресенье, и спросили его. Учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему. Было семь братьев, первый, взяв жену, умер бездетным, взял ту жену второй, и тот умер бездетным, взял ее третий, также и все семеро, и умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресенье которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою. Иисус сказал им в ответ. Чадо века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнут того века и воскресенья из мертвых, не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресенья. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при Купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. На что мы надеемся? Исполнится ли надежда праведников? Многие люди, живущие сейчас в этом мире, живут без всякой надежды. Однако я хочу рассказать на основании этого Слова Божьего о том факте, что мы не находимся в безвыходном положении. Когда в поле цветут красивые цветы, после того миновала буря. Я верю, что тысячелетнее царство нашего Господа снова установится в то время, даже когда весь мир погибнет. Вот почему, имея такую веру, я всегда могу жить с надеждой на Царство Небесное. Конечно, раньше я некоторое время проповедовал, будет пришествие Иисуса Христа и восхищение, поэтому мы должны родиться свыше. Мы должны получить прощение грехов. Я проповедовал Евангелие только так, потому что мое сердце было очень обременено. Мое сердце испытывало такие тяготы, потому что мир очень мрачен. Этот мир находится в состоянии затишья перед бурей. Мы с вами живем посреди этого покоя и затишья, которое предшествует буре. Поэтому многие люди в этом мире, ученые, философы, религиозные и политические деятели знают, что будущее этого мира далеко не блестящее. Вот почему они нетерпеливы и обижены, живя в этом мире. Людские сердца нетерпеливы и разочарованы, потому что этот мир действительно безнадежен. Вот почему сверхдержавы ведут политику, запрещающую более слабым странам иметь ядерное оружие. Они беспокоятся о том, что эти маленькие страны начнут ядерную войну, если у них будет ядерное оружие, когда начнутся землетрясения, а в большинстве стран будет свирепствовать голод. Они заключают договоры, проводят переговоры, а также вводят экономические санкции, чтобы предотвратить опасную ядерную войну, потому что они ясно осознают тот факт, что погибнет все человечество, если разразится ядерная война. Экономическое положение в будущем станет еще тяжелее. А будущее религиозного поля деятельности тоже далеко не безоблачно. Век духовной тьмы действительно начнется в этом мире. Историки говорят, что тысяча лет средневековья была веками тьмы. И действительно, в эпоху Средневековья было много случаев казни по ложным обвинениям в ереси или колдовстве. Во всех случаях подобными отвратительными делами руководили религиозные вожди. Эпоху, в которую мы живем сейчас, можно назвать веком тьмы, подобным Средневековью. Будущее мира выглядит мрачно, но мы никогда не погибнем, если увидим яркий свет, который придет после тьмы. Это потому, что мы знаем, что наш Господь сначала вернет праведников к жизни и дарует им рай тысячелетнего царства в конце мира. И это правда. Наш Господь вернется в этот мир, воскресит праведников и позволит им жить в течение тысячи лет, когда время существования этого мира подойдет к концу. Поэтому мы с вами взираем на это с надеждой на Слово Господне. У нас не будет никакой другой надежды, если мы не поймем этот факт. Многие христиане говорят о тысячелетнем царстве на основании Писания, но лишь немногие из них действительно обращают на него внимание. Некоторые люди просто полагают, я не думаю, что тысячелетнее царство установится на этой земле. Однако это царство Божье станет возможным, когда мир погибнет в результате ядерной войны. У людей, которые не верят в тысячелетнее царство, нет никакой надежды. Однако мы начинаем понимать, что тысячелетнее царство возможно даже несмотря на то, что это трудно понять человеческим умом, даже если мы верим в Бога, который сотворил всю вселенную своим словом и верим в силу этого Бога. Как бы ни был опустошен и загрязнен мир, наш Господь сможет обновить все в этом мире, когда придет. Пусть весь мир будет чистым и пригодным для жизни. Если Бог так скажет, мир станет раем во мгновение ока, поэтому веруйте в это. Мы с вами явно сможем жить с Господом тысячу лет. Конец мира наступит непременно. А за концом мира последуют тысячу лет рая на земле. Что произойдет, когда наступит конец мира? Во-первых, оживут праведники, которые получили прощение грехов и спят в могилах. И кроме того, те из нас, которые до того времени будут живы, тоже неожиданно преобразятся и вознесутся навстречу Господу, который сойдет с небес. И мы встретимся с Господом во время Его пришествия и, наконец, будем жить тысячу лет вместе с людьми, которые не приняли начертания и претерпели мученическую смерть за веру. Вот что говорит нам Писание. Наш Господь просит нас молиться. «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Матфея, глава 6, стих 10. Только глядя на молитву Господню, мы понимаем, что для тех, кто получил прощение грехов, вполне естественно жить в тысячелетнем царстве. Однако нам трудно жить с надеждой, даже несмотря на то, что мы твердо верим в наступление Царства Божьего, потому что мы сейчас живем в этом мире. Это значит, что нам трудно надеяться на небеса, когда мы смотрим на этот мир, время существования которого подходит к концу. Однако мы должны твердо придерживаться Слова Божьего, особенно в эти времена. Мы должны считать Слово Божье более важным, чем положение этого мира. Бог пообещал, что воскресит праведников, восстановит Эдемский сад, который существовал в начале мира и даст возможность праведникам жить счастливо и царствовать в течение тысячи лет. Вот какое обетование дал нам с вами всемогущий Бог. Бог также пообещал, я изглажу все ваши грехи. Я сделаю так, что Дева родит младенца. Я пошлю Мессию. Так наш Господь пришел в этот мир. Бог также пообещал воскресить нас с вами и сделать нас счастливыми, чтобы мы жили и царствовали в этом мире в течение тысячи лет. Мы должны принять это Слово и уверовать в Него, потому что Господь Бог это нам пообещал. Сегодня я хочу поделиться с вами Словом о воскресении святых и о тысячелетнем царстве, которое пообещал нам Бог. Давайте сначала посмотрим Слово. Если мы посмотрим Слово из Евангелия от Луки, глава 20, стихи 27-38, которое мы прочитали, то оно говорит, что некоторые саддукеи, которые утверждали, что нет воскресения, пришли к Иисусу и задали Ему вопрос. Они спросили, учитель Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему. Было семь братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным. Взял ту жену второй, и тот умер бездетным. Взял ее третий, также и все семеро, и умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена. Здесь мы сначала должны узнать традицию народа израильского того времени, чтобы ясно понять это слово. У израильтян того времени был обычай, согласно которому, если старший сын женился и умирал, не имея сына, его брат брал себе жену покойного и имел детей. У них был такой обычай, чтобы рождать детей, которые становились наследниками покойного брата. Кроме того, саддукеи, которые задали Иисусу такой вопрос, были политическими деятелями того времени. Они не верили в воскресенье, несмотря на то, что верили в Бога. Они утверждали, что люди не могут воскреснуть снова и что все закончится, когда они умрут. Поэтому они просили, «Иисус, ты говоришь, что существует воскресенье и что ты снова вернешь мертвых к жизни». В таком случае, если у человека было шесть братьев и женщина, которая была их женой по очереди, когда воскреснут все семеро братьев, чьей она будет женой? Давайте сначала перескажем эту историю. Старший из семи братьев женился и умер, не оставив сына. И поэтому жена старшего брата жила с шестью его братьями по очереди. Тогда чьей женой она будет после воскресения? Этот вопрос некоторые саддукеи задали Иисусу. Это очень трудный вопрос. Человек, который задал этот трудный вопрос, сделал это умышленно, чтобы сбить Иисуса с толку. Однако, даже на такой вопрос Иисус ответил ясным словом истины. Чадо века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых, не женятся, не замуж не выходят и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. Что означает здесь воскресение? Оно означает снова вернуться к жизни. Человек, который однажды умер, оживает в воскресении. Когда люди воскресают, они обретают равную природу ангелов и сынов Божьих. Это значит, что не существует такой незначительной вещи, как смерть, равно как и таких человеческих отношений, как брак. Это означает, что люди становятся существами, которые обретают новую радость, как сыны Божьи, и эта радость отличается от плотской. Людям, которые считали, что нет воскресения, наш Господь сказал, «Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». Наши тела снова вернутся к жизни. Что означает этот отрывок? Бог не есть Бог мертвых, но живых. Если наши тела не смогли бы жить после смерти, то наш Бог был бы Богом мертвых. Однако он сказал, что Бог не есть Бог мертвых, но живых. Поэтому мы являемся воскресшими людьми, которые вернулись к жизни перед лицом Бога. В глазах нашего Бога, который есть Бог живых, все мы являемся рожденными свыше людьми, которые ожили снова. Почему? Он сказал, что нет смерти перед лицом Бога, потому что Бог есть творец жизни, который даровал новую жизнь всем людям. Поэтому Бог описывает телесную смерть человека как сон. Писание нечасто использует слово мертвый, оно только говорит «такой-то спит». Даже в Ветхом Завете Бог сказал, что Он есть Бог живых. Давайте на минуту рассмотрим один рассказ. Когда Моисей ходил по пустыне, он увидел горящий черновый куст. Однако было странно, что куст не сгорал. Он оставался невредимым, даже несмотря на то, что продолжал гореть. Моисей удивился этому зрелищу и подошел поближе, чтобы рассмотреть его более внимательно. Тогда Моисей услышал голос Божий «Сними свою обувь, потому что место, на котором ты стоишь, это святая земля». Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова. Бог явился ему посреди тернового куста. Даже здесь Бог сказал, что Он есть Бог живых. Однако, если мы по-настоящему посмотрим на это, Авраам, Исаак и Иаков, о которых сказал Бог, умерли. Но, несмотря на это, Бог сказал, «Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Я всегда являюсь Богом живых». Так что же в действительности означает это слово? В глазах Бога люди, которых мы считаем мертвыми, в действительности не являются мертвыми, но просто спящими. Слово Божье означает «Я ваш Бог и Бог тех, кто ныне живы». Те, кто умерли в этом мире, спят. «Поэтому я всегда являюсь Богом живых». На вопрос Саддукеев, которые не верили в воскресение мертвых, наш Господь ответил, «Бог не есть Бог мертвых, но живых». Тогда что Богу с нами делать, чтобы быть Богом живых? это означает, что Он должен вернуть нас к жизни. И это правда. Бог может быть Богом живых, только если Он воскресит наши тела и все тела людей, которые жили и умерли прежде нас. Верите ли вы, что Бог вернет к жизни тех праведных святых, которые родились и умерли прежде нас и лежат теперь в могилах? Верите ли вы, что когда Бог снова вернется в этот мир, когда будет восхищение, Бог воскресит тех, кто в могилах и выстроит их в ряд прежде нас живущих и восхитит их в воздух первыми? Апостол Павел говорит в первом послании к фессалоникийцам глава четвертая «Ибо сие говорим вам словом Господнем, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в средине Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». первое фессалоникийцам глава четвертая стихи пятнадцатый семнадцатый Бог сказал, что Он сначала воскресит и вознесет тех, кто спят, а также преобразит тела нас, живущих, и заберет нас тоже. Это означает, что Господь преобразит нас в новых как вернет к жизни мертвых святых. Верите ли вы в значение этого воскресения? Верите ли вы в то, что Иисус воскрес? Это правда. Мы твердо верим в воскресение Иисуса. Жизнь Иисуса – это наша жизнь. Воскресение Иисуса – это наше воскресение. Смерть Иисуса была нашей смертью. Крещение Иисуса было нашим крещением. Наказание, которое Иисус понес на кресте, было нашим наказанием, а воскресение Иисуса из мертвых через три дня после своей смерти было нашим воскресением. Верите ли вы в это? Воскресение Иисуса было нашим воскресением. Мы сначала должны подтвердить, веруем ли мы в это значение воскресения, а затем точно сказать, что означает воскресение, о котором идет речь в Священном Писании. Верите ли вы в воскресение? Оно явно существует. Когда наступит конец мира, и если я в то время буду еще жив, я верю, что Бог заберет меня на небеса, как Илью в огненной колеснице, после того, как я преображусь, не вкусив смерти, а также, как Еноха, который вознесся на небеса после того, как ходил с Богом. Я верю, что Бог преобразит меня в совершенное и святое тело, как у Ильи и Еноха, то есть в священное тело, которое не ограничено временем и пространством, и которое может все, не болеет и не ограничено ничем, и заберет меня в Царство Небесное со всеми праведными людьми, которые родились свыше. Наш Господь возвратится, когда наступит конец мира. Второе пришествие Христа обязательно состоится. Мы можем твердо верить в этот факт, потому что наш Господь воскрес из мертвых после того, как умер на кресте. Это означает, что мы с вами оживем, поскольку Господь воскрес, чтобы вернуть нас к жизни. Мы бы явно не жили вечно, если бы наш Господь не воскрес из мертвых. Понимаете ли вы это? Давайте прочитаем слово из пятнадцатой главы первого послания к Коринфянам, которое поможет нам понять, что такое воскресение. Оно гласит, если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал. Если то есть мертвые не воскресают, ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Первое Коринфянам глава пятнадцатая стихи двенадцатый двадцатый. Как говорит здесь слово Иисус Христос воскрес из мертвых. Иисус Христос ожил из мертвых и стал первенцем для тех, кто спит. Иисус Христос понес на себе грехи мира вместо нас, приняв крещение, умерев на кресте и воскрес из мертвых. Вот так Иисус воскрес. Перед этим воскресением он претерпел телесную смерть и стал первенцем тех, кто воскреснет. Енох и Илья в Ветхом Завете не воскресли из мертвых. Они были восхищены. Бог забрал их в свое царство совершенными, не заставив их вкусить телесную смерть. Однако Бог повелел Сыну Своему Иисусу претерпеть смерть в этом мире. Это означает, что Иисус Христос это первенец, который воскрес из мертвых после того, как претерпел телесную смерть. Иисус воскрес из мертвых. Верите ли вы в то, что Иисус воскрес из мертвых? Мы с вами воскреснем так же само, как воскрес Иисус, если мы в это верим. Верите ли вы в этот факт? Мы вернемся к жизни, как Иисус. А теперь давайте изучим порядок воскресения на основании слова из первого послания к Коринфянам глава 15 стихи 20 25 Она гласит но Христос воскрес из мертвых первенец из умерших ибо как смерть через человека так через человека и воскресение мертвых как в Адаме все умирают так во Христе все оживут каждый в своем порядке первенец Христос потом Христовы в пришествии его а затем конец когда он предаст царство Богу и Отцу когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу ибо ему надлежит царствовать доколе не зложит всех врагов под ноги свои аминь наш Господь рассказал о порядке воскресения в стихе 23 каждый в своем порядке первенец Христос потом Христовы в пришествии его а затем конец когда он предаст царство Богу и Отцу когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу так кто же является первенцем воскресения как гласят слова из гимна он воскрес он воскрес аллилуйя он воскрес первенцем воскресения является Иисус Христос который претерпел телесную смерть и первым воскрес из мертвых и сказано что вторыми будут его люди во время его пришествия пришествия Христова здесь его пришествия означает что Бог снова сойдет в этот мир кроме того Бог явно совершит восхищение во время своего пришествия то есть будут люди Божьи когда он сойдет в этот мир которые вознесутся и это никто иные как праведники выше приведенный отрывок не упоминает слово праведники но из стиха 24 мы знаем что это имеет отношение к ним Бог сказал что первенцем воскресения является Иисус и когда вернется Бог первенец воскресения он нас вознесет и слова тогда придет конец означают что Бог воскресит людей которые будут осуждены после восхищения рожденных свыше новозаветная книга откровения тоже об этом пишет это означает что будет временной разрыв между воскресением праведников и воскресением нечестивых сказано что Иисус Христос воскресит праведников когда вернется и что он вернет к жизни нечестивых когда закончится тысячелетнее царство давайте вместе посмотрим на это слово чтобы подтвердить этот факт на основании книги откровения глава двадцатая стихи четвертый шестой и увидел я престолы и сидящих на них которым дано было судить и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие которые не поклонились зверю ни образу его и не приняли начертания на чело свое и на руку свое они ожили и царствовали со Христом тысячу лет прочие же из умерших не ожили доколе не окончится тысяча лет это первое воскресение блажен и свят имеющий участие в воскресении первом над ними смерть вторая не имеет власти но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним тысячу лет аминь и это правда порядок воскресения следующий первый Иисус Христос вторые это его люди во время пришествия Иисуса а третьи это нечестивые люди которые подлежат осуждению каков же временной разрыв между воскресением праведных и воскресением нечестивых это точно тысяча лет выше приведенное слово говорит они ожили и царствовали со Христом тысячу лет прочие же из умерших не ожили доколе не окончится тысяча лет это первое воскресение подобное слово содержится и в Евангелии от Иоанна давайте откроем слово Евангелия от Иоанна глава пятая стихи двадцать четвертый двадцать девятый истинно истинно говорю вам слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит но перешел от смерти в жизнь истинно истинно говорю вам наступает время и настало уже когда мертвые услышат глаз сына божия и услышав оживут ибо как отец имеет жизнь в самом себе так и сыну дал иметь жизнь в самом себе и дал ему власть производить и суд потому что он есть сын человеческий не дивитесь всему ибо наступает время в которое все находящиеся в гробах услышат глаз сына божия и изыдут творившие добро воскресение жизни а делавшие зло воскресение осуждения этот отрывок ясно дает понять что будут два воскресения и изыдут творившие добро воскресение жизни а делавшие зло воскресение осуждения иоанна глава 5 стих 29 это слово означает что те кто творили праведные дела то есть праведные люди обретут вечную благодать и вечное счастье через воскресение с другой стороны люди которые творили зло то есть нечестивые не воскреснут пока праведники не будут царствовать тысячу лет книга откровения ясно свидетельствует об этом факте и увидел я престолы и сидящих на них которым дано было судить и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие которые не поклонились зверю ни образу его и не приняли начертания на чело свое и на руку свое они ожили и царствовали со Христом тысячу лет прочие же из умерших не ожили доколе не окончится тысяча лет это первое воскресение откровение глава 20 стихи 4 5 воскреснут и праведники и нечестивые но будет явный временной разрыв между тем и другим воскресением и последствия обоих воскресений будут сильно отличаться друг от друга праведники воскреснут за тысячу лет до нечестивых более того смерть не будет иметь власти над праведниками которые станут священниками Бога и Христа и получат благословение вечного царствования вместе с Иисусом Христом в течение тысячи лет располагаете ли вы свидетельством об Иисусе верите ли вы всем сердцем что Иисус это поистине ваш спаситель я уверен что мы с вами в это верим однако подобного свидетельства нет в сердцах людей которые не знают Господнего Евангелия и Божьего слова истины это означает что у них нет свидетельства об Иисусе первое Иоанна глава пятая стих десятый люди которые имеют свидетельство об Иисусе люди которые не приняли начертание зверя во время скорби и люди которые примут мученическую смерть во время скорби воскреснут на тысячу лет раньше нечестивых и они будут править миром вместе с Иисусом Христом тысячу лет люди у которых есть свидетельство об Иисусе будут царствовать в этом мире тысячу лет с другой стороны другие люди у которых нет свидетельства об Иисусе не вернутся к жизни во время тысячелетнего царства нечестивые люди которые не родились свыше никогда не вернутся к жизни в течение тысячи лет сказано и изыдут творившие добро воскресение жизни отделавшие зло воскресение осуждения Иоанна глава 5 стих 29 будут два воскресения но последствия того и другого будут разными мы оживем чтобы царствовать тысячу лет и сейчас мы страдаем ради тех дней для чего тысячелетнее царство нужно здесь на этой земле для чего наш господь установит тысячелетнее царство в этом мире это награда для нас с вами которые перенесли страдания после того как получили прощение грехов и родились свыше бог говорит нам своим страждущим детям вы много пострадали в этом мире поэтому приходите и живите здесь бог даст нам с вами такую награду бог не оставит ни одного человека какой рай может быть если бог разделил людей на две категории небесный рай не разделяет людей названия и классы бог сказал что он даст всем нам одинаковую награду за то что мы тяжело для него трудились и обновит все сущее на земле в течение тысячи лет это значит что бог их вознаградит понимаете ли вы это а когда пройдет тысяча лет нашей награды он воскресит и нечестивых бог воскресит их также а затем будет судить их сидя на белом престоле тогда бог пошлет праведников чьи имена записаны в книге жизни в вечное царство божье а грешники чьи имена не записаны в книге жизни будут отправлены в вечный адский огонь и этот приговор божий вечен бог свершит вечный суд как иисус христос господь говорит нам люди должны родиться дважды они должны родиться свыше они должны родиться во мне дважды один раз как грешники а второй раз как рожденные свыше святые получив прощение грехов вот что говорит нам иисус бог велит всем людям родиться дважды поэтому мы с вами обязательно должны родиться дважды праведники которые родились дважды воскреснут на тысячу лет раньше нечестивых которые не родились свыше и мы праведники будем царствовать в новом мире тысячу лет после воскресения я хочу чтобы вы ясно это поняли когда этот темный мир придет к концу произойдет воскресение праведников понимаете ли вы это в слове из сегодняшнего отрывка из писания господь сказал что обязательно будет временной разрыв между воскресением праведников и грешников апостол павел сказал в первом послании к коринфянам глава пятнадцатая первенец христос потом христовы в пришествии его а затем конец мы с вами явно нуждаемся в небесном рае что произошло бы если бы в этом мире не было такого рая каждый человек стал бы сомневаться а что если рая нет зачем мне тогда верить в иисуса и испытывать такие лишения почему люди испытывают лишения даже после того как уверуют в иисуса почему люди должны подвергаться гонениям после того как уверуют в иисуса мы с вами не глупцы если бы в этом мире не было небесного рая и если бы кто-либо взошел на небеса независимо от того верил он в иисуса или нет тогда нам незачем было бы верить в господа присоединяться к церкви и даже страдать ради господа однако какова истина истина такова что мы восходим на небеса только если знаем правду иисуса и верим в нее верите ли вы в этот факт никто бы не свидетельствовал и не принимал евангелия воды и духа если бы он не верил в этот факт зачем нам страдать от таких лишений если небес не существует конечно мы должны творить праведные дела но зачем нам все это нужно однако я как один из проповедников евангелия воды и духа так счастлив в этот миг я рад даже несмотря на то что меня не уважают преследуют и отвергают люди этого мира потому что я верю что я буду вознагражден когда возвратится господь это потому что я ожидаю вознаграждения когда воскресну и взойду на небеса наш господь действительно даст нам награду господь ясно сказал я дам тебе власть над десятью городами также он сказал я позволю вам царствовать в этом раю на земле тысячу лет когда господь вернется в этом мире будет жить много людей все они станут нашими людьми конечно мы не будем испытывать к ним никаких плохих чувств у нас не будет таких чувств потому что господь закует дьявола в то время но очевидно что люди чьи тела не преобразятся в духовные будут жить вместе с людьми с обычным телом бог сказал что низвергнет дьявола в бездну на тысячу лет потому что дьявол приносит грех и мы будем царствовать в этом мире тысячу лет те из нас кто родился свыше будут участвовать в первом воскресении кто будет участвовать в первом воскресении кроме нас бог ясно сказал что благословенны те кто будут участвовать в первом воскресении бог сказал что воскресит людей у которых есть свидетельство об иисусе после того как воскресит людей которые погибли мученической смертью ради иисуса христа и людей которые не приняли начертания а в конце он воскресит нечестивых это означает что бог явно отделит воскресение праведников от воскресения нечестивых бог сказал что никогда не изменит своему слову которое он изрек поскольку господь лично это сказал воскресение праведников действительно произойдет за тысячу лет до воскресения нечестивых кроме того цель двух воскресений различна праведники воскреснут чтобы получить небеса которые бог обещал им в наследие однако нечестивые воскреснут чтобы получить божье проклятие хорошо ли вы понимаете разницу верите ли вы в это слово возлюбленные святые мы обязательно будем жить мы никогда не погибнем даже если погибнет этот мир мы не погибнем даже если этот мир придет к концу даже если над этим миром упадет занавес господь придет в этот мир и будет править как царь он будет править как царь вместе со своими людьми с другой стороны люди которые не принадлежат ему воскреснут после тысячелетнего царства и будут низвергнуты в вечное озеро огненное кипящее огнем и серой дьявол будет там со всеми теми кто ему поклонялся и повиновался однако люди которые верили в господа иисуса и поклонялись ему придут к нему во время тысячелетнего царства и тоже войдут с ним в царство божье такова истина о тысячелетнем царстве понимаете ли вы ее этот мир действительно печален он был бы еще более печальным если бы иисус христос не воскрес из мертвых однако иисус христос явно воскрес из мертвых поэтому воскресший господь вернет к жизни и нас мы были бы самыми несчастными людьми если бы не было воскресения и действительно как было бы ужасно если бы не было воскресения тогда мне не на что было бы надеяться перед лицом бога не будь тысячелетнего царства и рая в этом мире я бы пришел в уныние даже несмотря на то что верил в иисуса и подумал бы что больше незачем проповедовать евангелие зачем бы я проповедовал евангелие если бы все было так мы бы все перестали его проповедовать если бы для нас не было рая на этой земле однако мы надеемся на то что нас ожидает тысячелетнее царство и мы должны обязательно свидетельствовать это евангелие другим людям мы должны свидетельствовать вы обязательно воскреснете если уверуете в иисуса правильно вы непременно оживете если вы уверуете в иисуса христа и получите прощение грехов вы обязательно увидите воскресение праведников даже если ваше тело умрет вы получите новую жизнь и будете царствовать над миром войдете в царство небесное и будете жить там вечно однако вы воскреснете и будете ввергнуты в вечный огонь если вы не уверуете в иисуса христа мы должны проповедовать истину о воскресении многим душам я имею ввиду что мы должны свидетельствовать всем людям о том что воскресение существует что действительно является важным в христианстве первое это прощение грехов а второе это воскресение из мертвых суть христианства в том что мертвые люди мертвые сердца и мертвые тела снова оживут таков путь следования за господом это путь к вере в бога до сих пор мы свидетельствовали о евангелии воды и духа и какое наставление мы должны особенно проповедовать в нынешнюю эпоху мы должны проповедовать мы оживем даже если мир придет к концу получив прощение грехов мы будем жить в тысячелетнем царстве после воскресения наш господь рассказывал о воскресении много раз и все ученики иисуса тоже проповедовали о воскресении апостол павел иоанн и все прочие служители божьи свидетельствовали о воскресении иначе говоря они свидетельствовали что Иисус Христос воскрес из мертвых. Они свидетельствовали о воскресении с верой. Так почему мы тоже должны проповедовать о воскресении в нынешнюю эпоху? Мы должны проповедовать воскресение, истину о том, что все люди воскреснут. О чем мирские люди должны заботиться в первую очередь? О вечной жизни, то есть о воскресении из мертвых. Прежде всего, человечество должно беспокоиться. Можно избежать смерти. Однако есть способ избежать смерти. Один и единственный. Нужно уверовать в Иисуса Христа, который есть путь к воскресению. И это правда. Если мы уверуем в Иисуса Христа, мы сможем уверовать на тысячу лет раньше нечестивых, жить счастливо и прекрасно в следующей жизни в вечном царстве и наслаждаться вечной жизнью. Вот что такое воскресение. Поэтому мы должны проповедовать об этом воскресении всем людям мира. Мы должны свидетельствовать о воскресении, но ни о чем другом. Мы должны свидетельствовать о воскресении наряду с Евангелием. Таким образом, мы должны убедить людей обрести надежду на воскресение. Мы с вами не должны терять надежду в своих сердцах, даже несмотря на то, что мы видим, что политика, экономика и религии мира безнадежно меняются. Мы должны верить, что наш Господь воскресит нас из мертвых, даже когда этот темный мир придет к концу. Кроме того, мы должны верить в то, что Господь обновит вселенную и поселит нас с вами в этом раю, где ядовитый змей не сможет нас укусить, даже если мы протянем руку в его нору. Я хочу, чтобы вы всегда в это верили. Когда мы будем жить в раю в этом мире после того, как воскреснем, мы встретим Авраама, а также разбойника, которому был обещан вход в рай по вере в Иисуса Христа, когда он был пригвожден справа от Иисуса Христа. Понимаете ли вы, что этот рай на земле мало чем отличается от Царства Небесного? Рай на земле – это тысячелетнее царство, которое обещал нам Бог. Когда Господь нас воскресит, мы встретимся со всеми праведными людьми. Мы встретимся с апостолом Павлом, а также с апостолом Иоанном. Мы встретимся с ними и получим награду, которую Господь дает на тысячу лет. Будем царствовать с ними и мирно жить без дьявола. Мы будем так жить с Господом Иисусом Христом. Поэтому мы должны жить с такой надеждой. Это не означает, что наша жизнь закончится только потому, что наступит конец мира. Я имею в виду, что это не конец нашим телам и душам. Иисус Христос придет в этот мир, когда Он придет к концу. Мы будем царствовать и вечно наслаждаться новой жизнью тысячу лет благодаря Царю Царей Иисусу Христу. Поэтому давайте станем святыми, которые свидетельствуют о Евангелии Господнем, служат и повинуются Господу, не теряя надежды. Я искренне верю в проведение воскресения. Я славлю нашего Господа. Я искренне благодарю нашего Господа, который даровал нам, праведникам, надежду. Те, кто получили прощение грехов, действительно были бы самыми несчастными людьми в мире. Если бы Господь не исполнил этого своего обетования о воскресении, и если бы Он не записал обетование о тысячелетнем царстве в книге Откровения, если бы это было так, людям, которые получили прощение грехов, пришлось бы терпеть в этом мире лишь со слабой надеждой на Царство Небесное. Однако наш Господь вернется в этот мир и обновит все сущее во Вселенной. Кроме того, Господь будет править как Царь рая в этом мире, который Он воссоздаст, а также даст нам с вами, верующим в Господа, такую же власть. Я благодарю Господа, который позволит нам жить в раю в этом мире. Субтитры создавал DimaTorzok